всем привет наконец-то пришла посылочка ивановского текстиля очередная посылочка я заказываю теперь регулярно потому что мне постоянно что-то нужно вот сейчас я вам покажу что у меня сегодня пришло вообще обратите внимание все костюмчики все очень здорово запаковано все сложно аккуратненько вообще посылочка такая аккуратненько все мне очень нравится как вот это все преподносится все красиво преподносит заказала я себе уже на май скоро будем развиваться заказала я себе костюмчик из вискозы из вискозы почему потому что летом в принципе я ношу такие вещи которые вот у меня блузки они такие вискозные но они легкие в общем нормально на тело но я увидела костюмчик вместе с бриджами думаю почему не заказать это то что как раз мне нужно вот вискозный костюме заказала 50 размера вот эти бриджики этот цвет такой темно-синий и он с таким видите вот таким вот каким-то рисунком ну как бы в пятнышки пятнышки какие-то вот ну смотрится очень интересно смотрится прямо оригинальненько в общем такие вот бриджики дальше идет сверху туничка она такая удлиненная то есть она здесь разрезы по бокам тоже сзади она идет сплошная синие с таким же вот орнаментом я не знаю как это назвать такой вот но какой-то интересный рисунок мне нравится белый рисунок нас на темно-синим фоне в общем рисуночек такой хороший эти как они стрекоза да по-моему нарисована но в общем мне на картинке все понравилось и я прям с уверенностью заказал этот костюм потому что мне кажется что он должен сидеть нормально вот не стала я вы слишком сильно брать большое вообще 52 можно было взять но я взяла почему-то 50 потому что я ну подумала что может 52 будет слишком мы посмотрим сейчас одену посмотрим как это выглядит на мне костюм этот стоит 800 12 рублей мне кажется это недорого для такого костюма пока посмотрите и ну дальше я заказала костюмчик уже из трикотажа кулирка костюмчик уже 52 размера как я обычно беру я стараюсь на лето брать то чтобы без рукава было вот так вот как маечка раз вверх такой да вот внизу здесь с веревочками тут вот веревочки можно затягивать такой морской морская тематика с якорем цвет темно-синий с белой полоской это верх блузка а внизу вот такие вот брючками трикотажные белые абсолютно брюки я заказала этот костюм именно из-за этих белых брюк я смотрела либо белые бриджи либо белые брючки чтобы это было чисто белые почему я вам скажу мне до этого пришла туника пати белая майка внутри а сверху розовая и у меня нету не белых брюк не белых бридж ничего с чем бы это было можно носить не розового не белого ничего нету ну и с брюками не хочется хотелось бы что-то такое легкое на низ и вот сейчас я этот костюм одену с сочетании вот с этим якорем а потом попробую еще с этими брюками одеть вот эту вот мою party которая приходила мне предыдущим заказом и посмотрим как это будет выглядеть и смотреться мне кажется должно быть неплохо то то что я хотела чисто белые штаны костюм этот стоит 630 рублей и и и Субтитры сделал DimaTorzok И заказала я еще раз пижаму. В прошлый раз я заказывала пижаму, которая с длинным рукавом и с длинными брючками, но только из трикотажа. То есть она как бы тоненькая, но чтобы вот с рукавчиком и с длинными штанишками. Я тогда заказала 50 размера, но честно говоря 50 размера вещи на мне сидят вплотную по фигуре. Но так как это вот такие домашние вещи, я вообще люблю, когда пижама как балахон висит, чтобы я вообще ее не чувствовала мешком, чтобы висела. В общем, на этот раз я заказала другую пижаму, но заказала уже 54 размер, даже с учетом того, что если она чуть-чуть подсядет, потому что трикотаж после стирки немножко усаживается. То после усадки она будет, допустим, может на размер меньше, будет как раз 52 размер, но я надеюсь, что она уже не будет на меня впритык. Вот тут есть такой на штанишках рисуночек, котятки нарисованы, остальное все совершенно серое. Вот я вижу, что это должна пижамка быть просторной на мне. Серенькая такая, штанишки. Вот я вижу балахончик, это то, что я хотела. Хотела балахончик. Вот длинный рукав, ну розовая девочка, а так все серенькое, все однотонное. Ну здесь только вот рисуночек котенок нарисован на блузочке и все. Надеюсь, что вот это будет как раз на мне висеть, как я хотела мешком, чтобы это просто свободно-свободно было. Субтитры сделал DimaTorzok Пижамка стоит 497 рублей. Ну в общем тоже, мне кажется, это недорого для таких костюмов. Из костюмов все. Дальше я заказала постельное белье и комплект вот такой же, как у меня, покрывала и подушки, вернее покрывала, наволочки. Это комплект Valencia. Но я заказала для дочки и заказала размер на двуспальную. Ну с другим рисунком немножко. Это у меня на полуторку на диван идет, а дочки на двуспальную кровать. Но давайте по порядку. Покажу я вам сначала постельное белье. Постельное белье я предпочитаю заказывать бязь. Вообще моя мама всегда покупала бязь. Я знаю, что это материал, который вообще дает прохладу. Вот когда лежишь и жарко, допустим, раз, переместилась я рядышком на место. И там вот как прохладная ткань, она как охлаждает. Мне нравится бязь. Притом она плотная, она гладкая и она долговечная. Ну в общем, люблю бязь и другие ткани пробовала. Ну все уже отмелось у меня и опять я возвращаюсь к бязи. Я не стала заказывать полностью комплект, потому что комплект белья это простынь, две наволочки 60 на 60 и пододеяльник. Но мне, во-первых, пододеяльник не нужен, потому что пододеяльниками я пользуюсь только в зимний период. Летом уже мне не нужен пододеяльник. А подушки у меня 50 на 70 и 60 на 60, мне подушки не нужны. Но вот здесь на сайте, что хорошо, то что можно отдельно заказать простынь нужного размера. И такой же расцветочки отдельно можно заказать наволочку, такого же размера, какого вам нужно. То есть если я заказала простынь, мне нужна на двуспальную кровать, но у меня диван, но я люблю, когда она большая, чтобы она там нигде не влазила. А вот подушки у меня 50 на 70, я заказала такой же расцветочки, но уже отдельно. Ну вот эта простынь, это размер 200 на 220, стоит она 277 рублей. Это Софи, называется Бязь Софи. А наволочка одна, тоже Софи, 50 на 70, стоит 82 рубля. Ну в общем, это мне кажется, для постельного белья совершенно небольшие цены. Сейчас я возьму, открою, мне интересно пощупать ткань, я открою наволочку, я открою наволочку. Вот наволочка. 50 на 70. Ну вот это вот как раз вот та ткань, которую я люблю. Вот она совершенно гладкая. Ну здесь вот как обычно наволочки делают, вот просто запах. Ну все очень аккуратненько сшито, швы ровненькие, все мне очень нравится. В общем, я выбрала такую расцветочку, мне понравилась такая расцветочка. Еще я заказала две наволочки другого цвета, но вот эти вот наволочки по 82 рубля Софи, а там были еще наволочки тоже Бязь, тоже 50 на 70, но почему-то чуть-чуть подороже. И я хочу пощупать, что за ткань, и почему подороже. Вот эта наволочка называется Лебединое озеро. Здесь также размер 50 на 70. Также запах. Но, честно говоря, на ощупь я не ощущаю, чтобы здесь чем-то отличалась ткань. Может она чем-то отличается. На ощупь я ощущений никаких не вижу таких. Вот. Но мне хотелось понять, а почему она чуть-чуть дороже стоит. Может быть просто из-за оригинального рисунка. Но такой же расцветочки была и простыня, были простыни. Но я и под одеяльник, и комплект там даже вот такое продается. Ну, я просто захотела наволочки, потому что у меня простыни есть, а наволочки очень быстро изнашиваются. Ну, в общем, решила посвежить себе наволочки. Так что наволочки Лебедей я заказала без простыни. Ну, в принципе, расцветка мне нравится. Может быть, в другой раз еще и простынь под них закажу. Посмотрим. Ну, и вот я заказала такой вот комплект. Валенсия называется. Размер 220 на 240. Это на двуспальную кровать. Стоит этот комплект 2412 рублей. Сейчас я открою его, посмотрю. Ну, рисунок мы уже видим, да? Наволочки 50 на 70. Подушки туда 50 на 70 входят. Здесь посередине идет скрытая молния. Вот так ее не видно. Она внутри. И вот она. Раз. И все. Все хорошо сшито, прошито. Все верложено. Прямо замечательно. Эта ткань, она двухсторонняя. Она одинаковая с обеих сторон. Поэтому покрывалом можно накрываться. С одной стороны, с другой стороны. В общем, неважно с какой. Вот этот цвет серый. А еще там бывают цвета. Вот этот вот у меня называется розовый. Ну, такой легкий-легкий розовый оттенок. И еще там какого-то цвета есть. В общем, разных цветов есть. Такие наборы и разных расцветок. Размеры есть на полуторку. Есть на двуспальную. Разных цветов. Разных узоров. Разных рисунков. Так что можете выбирать любое на ваш вкус. Ну, очень огромное, очень огромное покрывало. Конечно, это не для моей кровати, не для моего дивана. В общем, такой вот хорошенький расцветочка и хорошенькое качество. Можно им как одеяльцем тоненьким накрываться. Здесь в основном хлопок с чем-то еще. Ну, вот сверху, видимо, как хлопок. Хлопок. А еще, наверное, полистер или что-то еще есть в нитке. Вот. Может 50 на 50. Ну, я думаю, что вот этим приятно будет накрываться. Оно такое и не жаркое, и оно как тоненькое одеялко. Как тоненькое одеяльце. Ну, вот, мои хорошие. Я вам показала все свои покупочки, все свои обновочки. Всеми костюмчиками, постельным бельем, всем я очень довольна. Костюмчики я просто угадала в тему. Буквально вот все эти три костюма, это то, что мне нужно. И пижама, именно того размера, то, что я взяла ее побольше, это как раз то, что нужно. После стирки она будет на мне сидеть идеально. И костюмчик вот этот вот синий, тоже такой красивый, и он такой вот, он и приятный на теле, и он стильный, модный, и как раз по возрасту мне подходит. В общем, расцветочка, все я угадала. И белые штанишки, это то, что мне нужно. У меня белых штанишек как раз не было, и у меня есть под них, что одеть с ними, с этими белыми штанишками. В общем, мне все нравится. Все супер, все класс. Если кому тоже понравились мои вещички, если кого заинтересовал Ивановский трикотаж, ссылочку я оставлю внизу. Проходите по ссылочке, выбирайте. Очень много хороших вещей. Там все время обновляется сайт, и постоянно новые и новые вещи появляются, и все красивее и красивее. И много постельного белья, много других-других всяких вещей. Костюмчики, спортивные, в общем, всякие разные. Проходите по ссылочке, заказывайте. Цены очень хорошие. Мне нравится. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok